Всем привет! Меня зовут Маргарита, и сегодня я хотела бы рассказать вам немного о мышцах. Ну что ж, если попросить всех вас представить себе мышцы, то вероятнее всего в первой ассоциации будет такое красивое, рельефное, спортивное тело. Да, действительно, одной из функций наших мышц является то, что они нам помогают передвигаться нашим конечностям, из этого вытекает еще и эстетическая функция, да, вспомнили красивое тело. Но на самом деле, без работы мышц наша жизнедеятельность была бы невозможна, поскольку мышцы принимают участие и в работе органов зрения, в работе органов пищеварения, мышцы находятся в наших сосудах, ну и, конечно же, без сердца жить мы в принципе не можем. И в связи с, ну, это обилие функции мышц в нашем организме связано с тем, что существует множество, ну, три типа мышечной ткани. И первый тип, на который мы сегодня остановимся с вами подробно, это скелетные мышцы. Ну, хотят бы сказать еще сейчас, что, как видите, у них есть, ну, не знаю, насколько хорошо видно, но у них есть такая полосатость, исчерченность. Следующий тип, который очень похож на скелетные мышцы, это тип мышц, который составляет наше сердце, сердечные мышцы. Их особенность состоит в том, что между клетками этих мышц существуют такие дискообразные образования, в которых собрало очень много межклеточных контактов. Также очень важной особенностью сердечных мышц является то, что они способны сокращаться под действием кинкуса, который в них же и возникает. И последний тип, а, кстати, сердечные мышцы способны как автоматить, да. И последний тип, это гладкая мускулатура. Клетки гладкой мускулатуры по форме такие очень вытянутые, перетенообразные. Они выстилают наши внутренние органы и сосуды. Ну и особенностью этих мышц является то, что элементы в их клетках, которые и обеспечивают сокращение, они собраны такими нитями. То есть они не собраны в клетки, как отдельные нити. Вот. И, собственно, поэтому сокращение гладкой мускулатуры, оно довольно медленное и волнообразное. Ну, и, как я уже сказала, мы перейдем к скелетным мышцам. И здесь мы видим устройство мышцы. Вот наша мышца, которая состоит из таких клеток мышечных волокров. В принципе, клетки мышцы имеют такой базовый набор для всех клеток. Вот клеток, например, они имеют хитро, в котором хранится реализуется генетическая информация, они имеют мембрану, они имеют жидкое содержимое. Но у них есть две очень важные особенности. И первое, состоит в том, что это единственные клетки нашего организма, в которых энергия химических связей, химическая, переходит в механическую энергию сокращения. И из этого вытекает вторая особенность, наявность вот таких вот сократительных элементов. Они называются миофибрии. Сократительные элементы скелетных мышц собраны такими пучками. И каждая эта фибрила состоит из двух типов бепровых нитей. Из толстых актиновых, ой, из толстых миозинов и тонких актиновых. Они накладываются так бы друг на друга. И существует много гипотез о том, как сокращаются наши мышцы. Но самая распространенность состоит в том, что более тонкие миги красные, они скользят относительно более толстых. Для выполнения любой работы, работы в нашем организме, нужна какая-то энергия, значит, которая эта работа и будет производиться. В качестве универсального источника энергии для всех живых организмов у нас выступает атеев. Аденозим и фосфорная кислота. Эта кислота, она находится уже в мышечных клетках. Но проблема в том, что ее очень мало. И ее хватает на несколько секунд работы. И поэтому возникает вопрос, где же взять энергии для того, чтобы работа продолжалась. И на помощь нам приходят пути синтеза, ну или прессинтеза атеев. Для того, чтобы говорить о каком-то пути, для того, чтобы его оценивать, нужны определенные критерии. И в данном случае их три. Первый критерий – это максимальная мощность. Ну, то есть, какое максимальное количество атеев мы можем выработать при этом к пути. Второй критерий – это время развертывания. Ну, то есть, такое минимальное время, за которое наш путь рессинтеза, грубо говоря, разгоняется до максимальной мощности. И третий критерий – это время сохранения максимальной мощности. Ну, то есть, сколько долго, идя по этому пути, можно сохранять максимальную мощность. Ну, и первым путем является креатинфосфатный. Суть в том, что в наших клетках выходит такое вещество, как креатинфосфат. Оно вступает в реакцию с адетом. Ну, это аденозиндийфосфат, что-то вроде незаконченной версии АТФ. Ему не хватает одного остатка фосфорной кислоты, с которым креатинфосфат любезно делится. В результате у нас образовывается креатин и АТФ. Креатин также может образовываться в наших клетках мышечных, когда мощность работы снижается. И для того, чтобы представить себе уравнение этой реакции, нужно просто поменять продукты реакции и реагенты листами. Также креатинфосфат образовывается в нашей печени под действием таких аминокислот, как грицин и эндианин. И поэтому спортсмены зачастую принимают эти аминокислоты в качестве биологически активных добавок к пище. Но при этом креатинфосфат является очень реакционно способным веществом, которое может спонтанно преобразоваться в креатинии. Вот его форму. Это вещество в принципе никакой роли в ресинтезе не играет, оно в принципе не нужно, поэтому оно вводится в нашим организмам. Данный путь ресинтеза обладает очень высокой мощностью, у нас составляет примерно 1000 килокалорий, дерево фунтов на килограмм, это довольно много. У него также очень короткое время размер добавления, оно составляет всего 1-2 секунды. Но работать в зоне максимальной мощности он может недолго, около 1-2 минуты. Следующий путь – гликолитический. Здесь суть состоит в том, что окисляется без кислорода такое вещество, как гликоген. Оно также уже находится в мышечных клетках, это такой гликоген. Он у нас окисляется, при этом образовывается его укороченный вариант, атея собственно, и лактат. А вот на этом нужно восстановиться. Лактат или молочный спотан – это вещество, вокруг которого ходили споры. Раньше считалось, что именно накопление лактата играет ведущую роль в том, что после тренировок наши мышцы болят. Но это не совсем так. Было доказано, что все-таки ведущую роль в возникновении болевых ощущений играет именно появление таких микротравм в мышцах, микроповедки. Данный путь имеет уже меньшую мощность, около 800 килокалорий по килограмм. Время развертого у него гораздо больше, составляет около минуты. И работать в зоне максимальной мощности он может недолго. Это происходит потому, что этот путь идет очень быстро, очень стремительно. У нас в результате образовывается очень много лактата, он постепенно накапливается, накапливается. Плаш среды понижается. А в кислой среде ферменты, которые катализируют, собственно, эту всю реакцию, они теряют свою активность. Ну и последний, базовый путь, по которому проходит пересинтез, это тканевое дыхание. Оно заключается в том, что у нас какое-то окисляемое вещество, это может быть органическая кислота, например. Оно окисляется кислородом. И энергия, которая при этом освобождается, она тратится на то, чтобы соединить АТФ с желанным остатком фосфорной кислоты и получить АТФ. У данного пути гораздо меньшая мощность, гораздо большее развертывание, рекордно большое, около 3-4 минут. Но при этом работать в зоне максимальной мощности по этому пути можно десятки минут. Но такой особенностью этого пути, даже не знаю, недостатком ли, является то, что во многом прохождение этого пути зависит от состояния нашей сердечной и дыхательной системы. И энергия является как бы лимитирующим фактором. Ну, допустим, если там у вас не очень развиты эти системы, то максимум из него получить вы точно не сможете. Всем, например, известно такое чувство, которое возникает после какой-то тяжелой тренировки, когда не хочется тепло, хочется лечь, умереть, ничего не делать. Это возникает просто утомление. Ну, то есть такое временное снижение работоспособности. Из чего оно, в принципе, нужно? Ведь можно же не вставать, в принципе. Можно же работать до тех пор, пока не хочется вообще все запасы энергии в нашем раминозе. Дело в том, что мышечная работа, ну, вот вы сами видели, сколько происходит различных химических реакций. У нас постоянно тот связь, восстанавливаются вещества, разрушаются, создаются новые химические связи. И все это вызывает определенные биохимические сдвиги. Сдвиги мозга, сердца, легких, например. И когда эти сдвиги доходят до определенного предела, наш мозг, который заботится нашей сохранности, он включает механизмы торможения. Вот это, собственно, и заключается в том, что мы ничего не хотим. Вот, но тормление, в принципе, оно может регулироваться. Оно регулироваться может внешними факторами, например, кофеин, допустим, может повышать работоспособность. Ну, и также зависит во многом от настроения человека, допустим, там, в обратном поле рыцарь может еще очень долго сражаться, если видишь, что, допустим, была команда в интернете. Вот, ну и в связи с этим, с вышесказанным, огромное значение имеет восстановление. Серьезно, если вам говорят, что нужно тренироваться жестко каждый день, не верься к этому человеку. Это все неправда, потому что оно обязательно должно быть. Ведь возникают эти химические, биохимические сдвиги, возникают микротравмы вследствие мышечной работы. И нужно определенное время для того, чтобы все исправить, для того, чтобы как бы вернуть гомеостаз, ну, то есть равновесие в нашем организме. И суть именно отставленного восстановления заключается в том, чтобы наново синтезировать те вещества, которые мы потратили. Но сколько оно должно биться по времени? Здесь нам помогут цифры. Например, чтобы заново синтезировать весь потраченный великоген, нужно 24 часа. На жиры уходит в два раза больше. Рекорд бьют белки, там, для того, чтобы заново их синтезировать, нужно трое суток. Ну, и период восстановления зависит от тяжести тренировки, допустим. И существует такой очень важный, интересный момент в восстановлении. Это такой момент времени, когда веществ синтезируется даже больше, чем мы их потратили, чем было на исходном этапе. Эта линия имеет название суперкомпенсации. Вот на данном практике показана суперкомпенсация на примере гипотегена. Ну, допустим, у нас мы начали работу, к концу работы пик опустился. И в какой-то определенный момент времени, уже после отначальной работы, наступает суперкомпенсация. Суперкомпенсация, она обратима в недавратимый характер. И также она зависит от глубины распада. Ну, то есть, чем ниже опустится этот пик, этот пик, этот пик, этот пик, тем выше будет этот пик. Вот. И многие тренеры, которые тесно сотрудничают со спортсменами, ну, это касается профессионального спорта, они пытаются построить тренировочный график таким образом, чтобы поменять суперкомпенсации. Спортсмен попал на соревнования, потому что в этот момент, он может гораздо, гораздо больше от него идет отдача. То есть, все способности временно ухудшаются, все показатели. Ну, такой, небольшой лохак. Ведь что же все это используется? Все это используется для того, чтобы развивать определенные двигательные качества. Таких двигательных качеств у нас три. И первое — это скорость. Основное требование при развитии скорости состоит в том, чтобы увеличить количество криосинфосфата или гликогена в наших мышцах. Если речь идет об увеличении количества криосинфосфата, то используют эти тренировки, в которых выполняются упражнения кратковременные и с очень большой мощностью. Ну, и примерно такой же повременный перерыв. Этот цикл продолжается. Во время отдыха часть криосинфосфата, она может восстанавливаться, синтезироваться, но этого недостаточно. И это продолжает до тех пор, пока запасы не истощаются настолько, что происходит суперкомпенсация. И именно это является основой тренировок именно на скорость. Если же у нас мы пойдем по такому пути, что гликогенность базовую, то, в принципе, принцип такой же. Ну, выполняется уже чуть с меньшей мощностью, для того, чтобы проходил гликогенетический путь, но это субмаксимальная мощность. При этом, опять же, запасы встречает, наступает суперкомпенсация. Ну, и такие тренировки применяются в таких видах спорта, допустим, как спринтерский забег и прыжки шестого. В таких легкаркетических видах спорта. Следующее легкарственное качество – это сила. При развитии силы большое внимание уделяется тому, чтобы военной тренировке наступила резиденная гипертрофия наших мышц. Для того, чтобы затем эту гипертрофию устранить и наступила суперкомпенсация, ну, то есть наращивать мышц таким образом. И для этого используется упражнение с утягощением, и оптимальное утягощение составляет, ну, примерно 85% от максимального, максимально возможного. Также, в зависимости от того, что конкретно вы хотите взять от силовой тренировки, либо же мышечную массу, либо соединить скорость выполнения и силу, то используется разная скорость. Допустим, если ваша цель является, там, в лишнюю мышечную массу, то упражнение выполняется в более медленном темпе, а если целью является параллельно с этим развить скорость выполнения, то упражнение выполняется в взрывчатокладном темпе. То есть первая фаза сокращения наслёг максимально быстро, вторая – максимально плавно. Ну, и большое значение имеет богатые белками питание. И последнее скоростно-силовое качество – это выносливость. Выносливость бывает как анаэробная, так и анаэробная, но, в принципе, об анаэробной выносливости можно не говорить, поскольку нет, например, таких же требования, как при развитии силы и выносливости. Ну, то есть либо увеличение агретинфосфата, либо увеличение геликогена с резистентностью к молочной кислоте. Но поговорим об анаэробной выносливости. Она отправляется тогда, когда мы работаем какое-то длительное время с умеренной мощностью. Большое внимание при тренировках, которые направлены именно на развитие анаэробной выносливости, уделяется развитию нашей дыхательной и сердечной системы, поскольку они ограничивают во многом наши возможности. Также особое внимание вращается на задержание неоглобинов в мышцах. Это такой белок, который похож на гемоглобин в робе. Он связывает кислородами в наших мышцах. Для этого используются особые неоглобиновые тренировки, то есть это тоже такие интервальные тренировки, в которых чередуются упражнения в умеренной темпе и отдых примерно такие же по длительности. И также для того, чтобы повысить кислородную емкость крови, используйте тренировки в условиях среднегольных. Это очень хороший эффект. Ну и развитие выносливости можно, в принципе, проследить, как и в лыжном спорте, так скажем, в игровых видах спорта, где чередуется мощность нашей работы. Ну, например, футбол или волейбол. Ну, в принципе, на этом у меня все. Спасибо. Итак, есть ли какие-то вопросы, возможно? Можете объяснить, как вообще адреналин влияет на мышцы? То есть, типа, я иду, за мной боится собака, я перепугался и перепрыгиваю через забор. Ну, действительно, кармоны влияют на нашу работоспособность. Ну, адреналин такое действие, что он возбуждает симпатическую нервную систему, то есть резко повышает сердцебиение, учащается дыхание. И в связи с этим мышцы могут сильнее и быстрее сокращаться под действием адреналина. Ну, то есть особый рецепт в наших мышцах улавливает изменение количества адреналина. И, конечно, не тем, что можно показать довольно интересный результат в перепрыганной системе, допустим. Но это все, если до тех пор, пока у вас есть адреналин, когда уже все-таки выравнивается в стержании народа нашей крови, тогда этот эффект исчезает. Ну, то есть, просто именно вот этот вот сургматен, он увеличивается. Еще, пожалуйста. Спасибо за лекцию, очень интересно. Вот вы говорили там про суперкомпенсацию, а вот как узнать, когда она наступила, допустим, после тренировки? То есть, либо это какой-то временной интервал, или от чего-то это зависит. Ну, может, датчик какой-то, который датчик может построить. Как это определяют тренеры? Спасибо за вопрос. Ну, тренеры, например, тренировки, это сидят, как, ну, скажем, допустим, выполняется гидроидермальной тренировки несколько циклов, 8 или 10. Спустим, естественно, устает. Но время очередного цикла показывает лучшие результаты. И, таким образом, можно определить, что наступила суперкомпенсация. Ну, а так, в принципе, суперкомпенсация, она, как же, зависит от уровня тренированности. И чем больше тренированность, тем, соответственно, выше будет суперкомпенсация. Ну, особых таких датчиков, которые можно проверить просто так, не прилегая к каким-то пополнению упражнений, ну, нельзя. Это нужно смотреть, наверное, на практике, на том, как себя ведет спортсмен во время тренировок. То есть экспериментально там количество его результатов. Да, вот так, вот так, ну, что нельзя. Еще? Ладно, ладно, ладно. Я бы хотел задать такой вопрос. Смотрите, когда человек занимается силовыми упражнениями и берет на себя большие веса, Вы говорили, что боль возникает после того, как мышца разрывается, верно? Ну, да. Почему во время занятий человек не ощущает эту боль? Только после. Ну, дело в том, что эти повреждения, о которых я говорила, они незначительны. И на уровне клеток, на уровне сократительных элементов. И действительно, боль ощущается уже после. Это как бы накопление молочной кислоты. Мы не так говорим о возникновении боли. Это как бы дополнительный фактор. И когда понижается pH, наши рецепты реагируют следующим образом. И вот эта вот боль, которая наступает в результате движения, направляет себя сильнее, ощущается. Ну, а там, ну, я бы не сказала, что не ощущаю боль. Мы ощущаем какую-то боль, но и во время тренировки, и после нее. Такое вам точно не могу сказать. Скорее, это усталость. Ну, нет. Возможно, возникает ощущение жжения. Ну, это вообще-то кровь, это мысль, но боль сколько-то ощущается. Хорошо. Погадаю еще один вопрос. У нас как раз спор возник с другом. Почему при редких тренировках ты чувствуешь боль, а при постоянных, но не увеличивая свою нагрузку, боль исчезает? Хотя мышечная масса, как бы, продолжает расти. В принципе, ничего не должно рваться, и объемы не должны повышаться. Но, тем не менее, мышечная масса продолжает расти, но боль утихает. Как это написано? Дело в том, что, когда человек работает в зоне зубных ценностей мощности, когда у него где-то тут не колись, рабатывается вот так, и когда чем дольше ты тренируешься, тем более ты становишься неустойчивее. Он-то вырабатывается, но тебе же не так важно, сколько все равно. То есть ты становишься к этому источникам, поэтому боль такая не возникает. Это как бы адаптация идет мышечная масса. Спасибо вам большое. Так, продолжаем. Терюшка. Вы же говорили, что организм, Андрей, вы говорите, что прием, он собирает вот такой вот пункт, например, Григорий, да, или Григорий, средний фасад. У меня вопрос. Каким образом организм понимает, какой путь ему лучше вырос? Дело в том, что каждый из этих путей, спасибо вам большое, он включается при определенной мощности. Допустим, если человек работает в очень высокой мощности, то логично используется прессив фасад, поскольку у него довольно много энергии можно из-за чего его получить. Но с истощением из перехода на меньшую мощность уже отличаются другие пути. Допустим, биогетически, как если чуть-чуть понизить мощность, когда выдыхание, если по-своему понизить мощность, ну, она отличается в зависимости от мощности работы. А раз в них кислород, просто, например, при препаративном пути, да, вы как бы писали, получается, просто не успевает кислород доходить. И логически в анаэробных условиях работают мышцы. Они-то работают в анаэробных условиях, в магистральных есть кислорода, в них есть все суть. Прикольно, наверное. Скажите, пожалуйста, вы упомянули гипертрофию мышц. А вот что такое гипертрофия мышц с точки зрения биологии? В какой процессе ее вызывать? Ну, с точки зрения биологии гипертрофия мышц может вызвать окисление. Именно окисление и чест вызывают гипертрофию. Ну, кстати, также есть свободно-радикальное окисление. Свободно-радикальное также может повреждать определенные клеточные структуры. Тут с гипертрофией такая штука есть. Я недавно видела других анимаций, в которой бодибилдеры и человек, который занимается армспортом, они как бы боролись на силу, и вот этот бодибилдер, такая гора мышц, он прям сидит, напрягается, напрягается, но в итоге армрестлер его все-таки уложил. И дело в том, что существуют разные гипертрофии. Допустим, бодибилдеры, они используют больше гипертрофию именно саркоплазматическую. Ну, то есть больше страдает именно мембраны, именно стоплазма гипертрофируется, но в меньшей степени именно сократительные элементы. Когда мы гипертрофируем, скажем так, сократительные элементы, тогда вот сама сила, она может и не зависеть от ее мышц. То есть если у нее идут чисто на объемку бодибилдера, то приждается как раз не эмофикрилы, а трудейство. Можно я немного защищу нашего лектора. Но я вижу, что вопрос был задан с определенной целью, чтобы узнать механизмы действия, механизмы работы. Гипертрофия развивается за счет либо накопления в саркоплазме ионок кальция, либо накопления гликогена, а не за счет активного миозина, который в принципе число их не увеличивается, ну, кроме случаев, понятное дело, онкологии. В то же время можно гипертрофия возникать вследствие роста фибрелостических храней, роста новых сосудов. Также будет увеличиваться, ну, понятное дело, рост сосудов в процессе тренировки. Также будут увеличиваться шумки. Мы визуально будем видеть гипертрофию. То есть тут еще вопрос такой стоит, какая гипертрофия именно вам интересна, именно клеточная, либо функция анатомическая. То есть здесь нужно тоже подробно к этому вопросу. Спасибо. Случаи в душе, да? Когда мы немножко крутим кран, и температура воды вроде бы очень резко при этом изменяется. Ну, на самом деле изменение температуры тут действительно есть, но настолько ли оно велико, как нам кажется? На самом деле нет. На самом деле мы вообще можем определять изменение температуры довольно небольшое.